В минувшую пятницу в прямом эфире официальной группы Радио Ви Би Си Вконтакте был финальный розыгрыш акции «101,7 призов», которая шла на протяжении пяти недель. Об ее итогах рассказала пиар-директор Дальневосточного медиа-центра Анфиса Данилова. Мы делаем все, чтобы Радио Ви Би Си слушало как можно больше людей, чтобы радио приносило радость и пользу, поднимало настроение. И такое название «101,7 призов» было выбрано не случайно, ведь частота, на которой звучит наше радио, как раз «101,7 FM». Подводя итоги акции, хочется поблагодарить наших слушателей за активное участие и, конечно же, наших партнеров, которые наполнили эту акцию такими потрясающими призами. Стрелковый клуб «Топ Ган» дарил снуды, снайперские шарфики и сертификаты на посещение клуба. Молли Грин вручал настоящие японские масла. Спортивный комплекс «Чемпион» предоставил возможность заниматься в фитнес-зале. Автошкола «Фаворит» разыгрывала сертификаты на обучение вождению на категории А и Б. А еще на то, что актуально для нашего города – маломерные суда и гидроциклы. Йогринян угощал невероятно вкусными йогуртами и мороженым местного производства – из натурального растительного молока, из кокоса и фундука. Ема Гучи предоставил спортивный инвентарь, роллер, резинки, а также различные массажеры для полного расслабления с удовольствием. Взяли, поели, дарили сертификаты на заказ разнообразной еды от китайской до итальянской. А сервис полезного питания Red Carrot дарил детокс-программы и программы питания с доставкой. Ну и от легендарного радио ВИБИСИ мы вручали стильные рокерские футболки в духе радиостанции. Акция такого масштаба была проведена впервые. Мы хотели порадовать слушателей, привлечь новых. И я могу с уверенностью сказать, что наши цели были достигнуты. Все остались довольны результатом, и мы слушатели и партнеры. И впереди у нас еще будет много интересных акций, конкурсов. Так что оставайтесь с нами, слушайте радио ВИБИСИ на частоте 101.7 FM и побеждайте. Полтора месяца пролетели как один день. Все призы нашли своих победителей, а в эфире осталось ощущение праздника. Анна Дьяков, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.